Любимые мои, всех рада приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас с вами на дворе август, и сегодня у нас 18 августа и четверг. Надеюсь, я правильно все сказала, потому что обычно я в число и в месяц не очень попадаю. Ну, может быть, сейчас попало. Но не об этом. Я вас всех очень-очень рада приветствовать. Что я вам сегодня расскажу? Расскажу я вам сегодня, как всегда, про погоду. Как всегда, расскажу вам, как не надо делать, как не надо делать. Вот. А как надо делать, вы уже сами сделаете выводы. Вы скажете, Лариса, почему ты сегодня у нас не в вязаном, а в простом платьице. Мое любимое платьице. Причем вот этот рисунок, это рисунок ручной работы. Мне очень нравятся такие вещи, которые не повторяются. Может быть, они... Нет, это платье купленное. Ничего не хочу сказать, но сам вот рисунок здесь нарисован прям вот, ну, кисточкой нарисован. Там, я не знаю, как это рисовали все. Но я очень люблю такие вещи. Но сейчас не об этом, а сейчас у нас с вами о чем. Наверное, вы уже по заставке видели, что сегодня я вам покажу комбинезон, который я благополучно довязала, ну, давно довязала. В общем, я его полностью доделала. И что выясняется? Выясняется то, что в этом году я его, наверное, не буду носить. Я его отложу. И вы скажете, ага, Лариса, вот откуда у тебя столько много отложенных вещей, и ты нам достаешь из пакетика и показываешь, что ты вязала и два, и три, и пять лет назад. Да, я такая, мне интересно сам процесс, как это получится. Итак, показываю вам, да, по плану у нас сегодня комбинезон. Обсудим, как я это сделала. Ну, в общем, покажу, как я это сделала. И расскажу маленькие еще хитрости про комбинезон и вообще про другие вещи, кто будет что делать, если. Я вам расскажу, как сделать по-быстрому. В общем, когда вам надоедает уже доделывать там что-то, расскажу один вариант, как по-быстрому это сделать. Короче говоря, я вас запутала, сейчас сама запутаюсь, и все. Это обычная здесь схема, обычная. Так, и у нас картинки, и постепенно готовимся к зиме. Вот такие вот картинки. Я никуда не ушла, я пошла за комбинезоном. Мерить я вам его не буду. Вот просто покажу. Почему? Потому что все, видите, готовый. Вот он, готовый, готовый. Сейчас я вам его могу только приложить к себе. Почему не буду его носить в этом году? Знаете почему? Потому что в этом году какая-то такая погода стоит. Ну и вообще, вот знаете, солнце не такое как бы яркое, чтобы носить такие вот летние, как бы пляжные, ну знаете, такие вот. У меня дома два или три сарафана. Именно таких, знаете, вот лето, жара, солнце, загар. И вот такие вот сарафаны у меня есть. Я их ни разу в этом году не одевала. Это, знаете, такой маркер слова. Я по нему всегда выясняю, сколько людей подписалось на наш канал. Вот честно вам говорю. Вот. Если кто-то написал, что это слово я неправильно говорю, сразу. Это новенький, кто подписался. Это отступление. Так, и вот. И в этом году у меня нет как бы к нему, ну я не знаю, настроения. Может быть, еще и будет настроение. Но я не думаю. Конец августа он уже, знаете, я его померила. Здесь обязательно будет подклад. На подклад я взяла ткань, все как положено. Я взяла и думаю, я сделаю, померяю и вам его покажу, одену. Но, знаете, ну вообще вот, ну нет у меня желания и нет в нем сейчас вот вида нет в нем. Знаете, ну какой-то, ну я не знаю даже, как объяснить. Нет настроения, короче говоря, на этот комбинезон. Ну, картинку, на что я ориентировалась, я вам здесь поставлю. Но я его хотела, чтобы он был весь белый. Но у меня ничего не получилось, потому что не хватило ниток у меня белое. Вот это вот я не хотела здесь делать все. Вот это серенькое здесь не хотела делать. Но так получилось. Вот. Здесь такие... Ну давайте я вам его поближе вот так вот покажу. Обработка вот такая. Здесь вот так. Это я вам показывала, как вязать. Вяжем отсюда, набираем отсюда, вяжем. И петля в петлю здесь закрыла. Вот. Единственное, что, если будете делать другой цвет, вот на белой отделке, допустим, вы будете делать отделку другого цвета. Всегда первый ряд вы набираете белой ниткой. То есть основной ниткой вы набираете сами петли. А потом вяжете, каким вам надо цветом. Это я уже вам рассказывала. Здесь вот такие штучки у меня получились. Но они здесь как бы лишние. Но уже сделала и сделала. Да, здесь заколана у меня за, как сказать, вот булавкой. Но здесь будет завязана. Так, что еще? Ну, спинка обычная, без ничего. Так, и секретик. А, здесь планка. Вот такая планка. Здесь была одинарная планка. Естественно, я ее здесь зашила. Зашила я ее здесь. Здесь еще вот заколота булавочкой у меня. Ну, здесь сверху будет просто вот так вот пришито, зафиксировано. Короче говоря, здесь будет. Ну, сейчас давайте я вам отколю, докуда я ее заколола. Вот, вот, видите? Так. Низ. Низ сделан вот так вот. Вот, видите? Помните, я хотела его подвернуть и здесь довязать, и там отвязать, провязать. Но, в общем, там я себе голову морочила, морочила. И что я сделала? Это я вам открываю секретики. Знаете, когда вот уже просто вот, знаете, надо взять и доделать. Я думаю, ну, что я буду себе голову морочить, довязывать там, не довязывать. Длина позволяет, все позволяет. Я взяла, подвернула и застрочила. И все. Вот. Вот застрочила на машинке. И что тут такого плохого? И никто бы не догадался. Это я говорю вам. Если вы никому не скажете, то никто и не узнает. И вот эту штуку я тоже застрочила на машинке. Видите? Вот прям вот так вот, вот прям сверху вот так вот взяла и вот так застрочила. И все. Чтобы не морочить голову себе. Вот. Видите? Вот что тут я не попала, да, куда-то. Ну, ничего страшного. Там не видно. Вот. Так что, вот комбинезон я вам показала. Давайте я вам просто на себя его приложу. Так что, в следующем году мы с вами встретимся. И я лето буду встречать в этом комбинезоне. Так. Вот так вот он смотрится. Вот так вот он смотрится. Длина у него, вот я уже отхожу, отхожу. Вот такая вот у него длина. Ну, сразу вам говорю, сидит очень хорошо. И если бы он был не белый, то я бы его еще поносила. Но так как он белый, ну, нет у меня сейчас никакого настроения. Понимаете, в этом году у нас море отменили. И море неизвестно, когда в следующем году будет или не будет. Неизвестно. Вот. Ну, посмотрим, что будет. Может, сентябрь будет жаркий. Я сделаю подклад и еще вам в этом году покажу этот сарафан. Ну, в общем, я вам отчитала, что сарафан готов. Ой, сарафан. Комбинезон. Я то его комбидрезом называю, то сарафаном. Вот. Он готов. Мне все нравится. Длина мне нравится. Единственное, что, может быть, я здесь сделаю завязку, потому что, ну, позволяет мне по размеру, позволяет. Он, знаете, он сидит, как вот это платье. Вот точно так же, только со штанами. Вот. Вот такой вот сарафан. Ой, комбинезон. И, знаете, может быть, я даже подумаю связать такой зимний. Ну, естественно, вы знаете, сарафан у меня есть с такими лямками, джинсовый, шерстяной такой. Я показывала его. Вот. А этот, если его сделать вот здесь побольше вырез, здесь оставить так же, вот эту вот пройму, здесь сделать побольше вырез, и штаны в пол широкие, прям при широкие, и с коротенькой такой курточкой. Сейчас, кстати, поговорим с вами про курточки. Вот. То я думаю, что очень будет хорошо. Знаете, что на меня последнее время напали штаны, всякие комбинезоны, всякое вот такое вот. вот, и я задумываюсь сейчас, я вам по, как сказать, мне попадаются постоянно какие-то брючные всякие комплекты. И я думаю, помните, да, что у меня нет, а как мне повесить? Никто не знает. Вот сейчас упадет. Не, упадет сто процентов. О, вот так держится. Держится? О. Вот. Вот такой вот он у меня получился. Вот. И мне попадается очень много всяких брючных комплектов. И помните, да, что я хотела себе на зиму спортивный костюм. Очень нравится мне вязать брюки. И кто не вязал брюки, я вам очень советую. Там ничего сложного нет. Абсолютно. Как я всегда говорю, берете свои джинсы или брюки, или что вам, вот, что вам нравится, в чем вы ходите и что хорошо сидит. Этот трикотаж, он по-любому сядет. Это вам не джинсы, которые здесь собираются, там собираются, там как-то не так они сидят. Это, вот, как бы вы ни сделали, оно все равно сядет и хорошо будет смотреться. Вот. Так что брюки я вам очень рекомендую даже вязать. Сейчас я вам покажу, что я, какие картинки я нашла, какие мне картинки нравятся. Вот. Так, про комбинезон я все рассказала вам. В общем, если вам что-то надо... Про то, что я подшила вот это на машинке. Девочки, вот вы, допустим, связали вещь. Перец, спинка, рукава у вас, все готово, да. И вам нужно как-то там вот так собрать, да, чтобы было или быстро, или вы не умеете там ровно здесь за, ну, крючком или там как-то неровно получается. Берите машинку и шейте на машинке это все. Просто если вы никому не скажете... Вообще-то мы, как сказать, мы же весь смотрим общий вид. Мы же там не заглядываем, там не идем, не заглядываем. А, она здесь нас обманула, и здесь она вот на машинке там прострочила. Нет. Нам же нужно общий вид. Правильно? Так что все хитрости, какие вы знаете, все хитрости эти мы используем. И не стесняемся этого. Ну, про это я рассказала. Идем дальше. Какие я картинки нашла? Сначала я вам покажу два платья или костюма, или что это такое, я не знаю, но они мне очень понравились. В прошлый раз, вот как-то в прошлое видео или позапрошлое видео, я вам показывала вот это платье, которое с углом красивое. Нравится мне. Не сейчас, попозже буду такое вязать. Не знаю еще длину, потому что длина сейчас у нас ниже колена, где-то середина... Середина вот это что? Вот этого середины. Так, это про это платье, просто что оно мне попалось на глаза. Итак, смотрим, какую мне понравились костюмы. Вот этот желтый с серым. Ничего такого военного. Какое сочетание красивое. Естественно, серый с желтым. Очень шикарное сочетание. Длина, обратите внимание, классная. Свитер простой. Да, я понимаю, связано на машинке и все такое. Но! Можно такое вязать. Можно юбку какую-то такую прикупить, а свитерок можно желтенький связать. Очень хорошо. На зиму будет смотреться просто прелесть. И вырез здесь красивый. В общем, все мне нравится. Так, дальше. Вот это платье просто... Это костюм, наверное. Это юбка с верхом. Тоже понимаю, что оно сшитое. Я никогда не отличаю модель... Вот если я что-то ищу, ну вот чем-то вдохновиться. Я даже меньше ищу вязаные вещи, вот вдохновиться чем-то. Мне интересна сама конструкция. Вот сама конструкция, чтобы она была интересная. Вот. Или как расположены полосы, или как там цветочки идут, или как-то еще что. И это в большинстве случаев, вот как с этим, допустим, комбинезоном, в большинстве случаев это не вязаные вещи, а это готовые вещи какие-то. Это, ну, из ткани. Что-то из ткани вещи какие-то. Вот. И здесь тоже вот этот вот костюм очень мне нравится. Может быть, ну, естественно, на машине он вязан. Скорее всего, потому что внизу там идет резинка. Но посмотрите, как интересно. А, ну да, это юбка и верх. Потому что полоса на юбке, видите, как идет? Интересно, да? А, кстати? Ну да, скорее всего. Может, платье так сделано. Ну, в общем, мне очень нравится. Цвета мне нравятся. Бежевая пудра и серый цвет. Прекрасно смотрятся. Рукав нравится. Классика, длина. Ну, идеальное. Идеальное платье. Или костюм. Или что это такое. Ну, в общем, нам всем такое надо. Это точно. Ну, мне надо. Да. Так, здесь покажу по-быстрому. Это летнее платье просто как конструкция рисунка самого. Все вы это знаете. Все вы это видели. Вот эти вот углы, да, на любой размер, вот на любой размер это будет скрадывать. Вот если еще вот этот угол, который от черного вот этого вот к боку сюда идет, вот если его сделать вообще черным, то будет прекрасно смотреться. И вот не надо его сильно в обтяжку делать, просто сделать вот такой вот здесь рисунок. Это я так. То есть вдохновать, вот на зиму, допустим, да. Ну, почему таким платьем не вдохновиться? По-моему, очень даже неплохо. Так, дальше свитерок. Ну, вот когда я увидела этот свитерок, понравился мне. Но когда я следом увидела вот эту вот кофту или кардиган, я не знаю, то ли цвет такой, то ли внизу майка не такая, то ли с джинсами надо его, то ли, ну, что-то в нем не то. Хотя вещь неплохая. Вот свитерок прям нравится. Сразу две картинки вам здесь поставила. Так, и идем дальше. Доходим до моих любимых спортивных костюмов, ну, в смысле брюки. Любимые мои, теперь брюки. Вот. Вот вы бы ходили в таком. Я бы ходила. Мне нравится. Вот мне прямо очень нравится. Прям очень-очень нравится. Вот это пока мой фаворит. Прямо широкие штаны эти, три цвета, классики ромб, классический рисунок. Даже несмотря на то, что он такой яркий, хотя его можно сделать и, допустим, в бежевых тонах или в серых тонах, в серо-черных тонах можно сделать. Я думаю, что будет смотреться очень хорошо. Так, дальше идем. Гусиная лапка никого никогда не подводила. Вот, ну, никого и никогда не подводила. Тоже ходила бы я в таком, ходила бы. Вот ходила бы я в таком костюме. Тоже мне нравится. Дальше. Вот этот гусиная лапка красная, ну, бордовый, с бежевым, с каким-то таким цветом. Вот эта отделка. Ничего особенного здесь нет, никаких этих. Но именно, что он такой вот рисунком, мне очень даже нравится. Вот кто, если не смелый, я бы хотела и в первом вот в этом сером. Я бы в нем ходила бы. Вот. Но этот, вот так, если не рисковать, ну, то есть, когда вы идете, и чтоб на вас там пальцем не показывали, мне, 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 ну, как бы, ну, люди обращают внимание, и хорошо. Вот. То в этом вы будете комфортно себя чувствовать и вроде что-то новенькое, необычное, не как у всех. И еще здесь же идет у нас жаккард. А жаккард, он же им тянется не так сильно, то есть колени, попа, это все останется на месте. Плюс еще он идет двойной, то есть он будет плотненький такой на зиму. Поэтому я думаю, что будет теплый. Вот. Вот такой мне попался. Ну, пижамка эта тоже будет смотреться очень даже неплохо. Ну, не знаю, как вариант. Вот белый, вот этот мне понравился. Чем? Что здесь вот эти вот ромбы необычные, да, у нас всегда полосы, а вот эти вот ромбы и здесь черная полоса мне нравятся. Я думаю, что моделька, наверное, этого года, судя по сумочке маленькой, это у нас этот и прошлый год. Вот. Но классика. Вот этот костюм, костюм Zara, сам костюм вот этот длинный, это мне не нравится. Но на штанах вот эти полосы спереди, по-моему, очень даже симпатичны. Хороший вариант. То есть можно на, ну, можно связать обычные штаны потом сверху. Нет, наверное, сразу надо вывязывать. Ну, в общем, как вариант, тоже смотрится очень даже хорошо. Итак, дальше. Что я собираюсь вязать дальше? Я вам обещала платье. Платье я вам, наверное, ну, как вариант я вам поставлю здесь, какое я хочу. Это платье летнее. Этому платью не один год. Это у нас, если я не ошибаюсь, это, по-моему, Шанель. Ну, мне нравится. Причем, вот эта вот сетка, я рассмотрела ее, она спицами связана. Да. И вот эти вот хвостики мне нравятся. И кармашки нравятся. Единственное, что оно должно быть подлиннее. В общем, на платье я ориентируюсь на это. То есть на осень, может быть, под рубашку. Ну, я не знаю, под что еще. Но я думаю, что такое платье можно сделать. Не знаю, из чего. Вот. Но сейчас я хочу потихонечку начинать зиму. То есть, ну, вы знаете, я могу и две, и три вещи вместе, если мне интересно. Я могу их начинать и вязать потихонечку. Вот. Но я хочу себе связать что-то типа... Еще не знаю, или это будет бомбер, или это будет короткий пиджачок. У меня есть короткий пиджак черный, плетеный такой. Кто, если давно на канале, я показывала. Я просто сейчас вам не покажу. Еще зимние вещи, естественно, лежат там сложные. Вот. Ну, потом обязательно я вам покажу. Так вот, вот такой вот короткий пиджачок у меня есть. Такая практичная вещь. Тем более сейчас у нас широкие брюки, юбки длинные, длинные юбки. И даже если это юбка-карандаш, короткие пиджаки очень красиво идут. Это я здесь высказываю лично свое мнение. Поэтому, ну, если кто-то не согласен, ну, это ничего страшного. Потому что, ну, все равно вкусы у всех разные. Вот. Так что я себе хочу связать что-то коротенькое. Прям коротенькое-коротенькое. Или бомбер, или вот. Вот. И буду я вязать юбку косую. Помните, которая вот так вот косит. Вся. Под этот бомбер. Но еще точно не знаю. Ну, что юбку буду вязать точно. И буду снимать на нее мастер-класс. Это я вам обещаю. Вот. Я себе на бомбер взяла... Выбор был такой. Зеленый или розовый. Про зеленый цвет рассказываю. Я зеленый цвет вообще, ну, не очень, чтобы очень люблю. И каждый раз, когда я... Я уже рассказывала эту историю. Каждый раз, когда я начинаю что-то вязать, я себе... У меня почему-то в голове такое, что, ну, раз я зеленый цвет не очень, да, значит, у меня его нет. Поэтому, ну, ладно, в этот раз я возьму зеленый. И я уже сколько раз так делала. Прихожу домой, посмотрела на свои вещи. А у меня там зеленого просто море. Вот. И вот каждый раз я вот так вот делаю. Думаю, ну, зеленый цвет. Думаю, ну, ладно, пусть будет одна вещь. Приношу. Опять зеленый получается. Ну, вот такая я. Так, я взяла вот это. Вот это, это вы знаете, что. Пока не покажу, что. Не буду показывать, что это. Вот такая будет юбка. Вообще, заболтала я вас. Вообще, с чего все начиналось? Я хотела связать платье, вот как косая юбка, да, только продолжить его платье. Но подумала и решила, у меня есть такой хороший узор, рисунок, что я его вязала давным-давно, и он очень подходит на пиджаки. Знаете, вот в стиле Шанель. Такие вот классные классические пиджаки. Очень хорошо подходит этот рисунок. Я сделала образец, но почему-то я оставила его дома. Но даже если я вам показала этот образец, то там не то будет. Вот. И я решила, думаю, дай-ка я свяжу, вам покажу. Рисунок быстрый. У нас сейчас середина августа. То есть, если кто захочет себе вот такое коротенькое, свяжется очень быстро, тем более крючком. Крючок я возьму 5, 5,5, 6, а то и 7. И буду вязать вот с такой вот тоненькой ниточки. Сюда я добавлю милану. И милана я добавлю. Вот. Его будет 3 цвета. Тот рисунок вяжется из 3 цветов или из 3 мотков. Обязательно нужно, чтобы было 3. 3. Заинтриговала? Я надеюсь. Вот. Вот так вот я взяла. Вот так я взяла. Но, думаю, может быть, я возьму черный вместо зеленого. Сейчас, девочки, секундочку. Вот. Отвлекли меня немножко. Возьму черный вместо зеленого. Пока меня отвлекли, здесь надвигается такая туча, и мне написали, что прямо гроза сейчас будет. Вот. Но это хорошо. Вот. Так что про то, что я, чем я собираюсь заниматься, я вам уже рассказала. Вот так вот я, ну, рассказала вам все, о чем, в общем-то, хотела рассказать. Конечно, я половину забыла. Это понятно. Вот что-то еще вам хотела сказать. Но не скажу. Забыла. Вот. Что, девочки, я вам хотела пожелать? Хотела я вам пожелать любви ко всему, как всегда, мирного неба вам. И что я еще вам хотела сказать? Знаете, вот всегда говорят, надо выбрать цель, и вот просто вот к цели идти и вот добиваться своей цели. Слово «добиваться» вообще не подходит. Ну, мне не подходит. Слово «работа» мне тоже не подходит. Слово «надо», «нужно» тоже мне не подходит. Мне подходит слова «я хочу вот этого», «я хочу, чтобы было там, ну, допустим, комбинезон хочу, чтобы был у меня». Да, понимаете, канал визуальный. Но это касается абсолютно всего. Но какой он будет, я не знаю. Как я это сделаю, я тоже не знаю. Как быстро я это сделаю, я тоже не знаю. А может быть, я перехочу его делать. Я тоже не знаю. То есть я себя не заставляю, не напрягаю никогда. Хорошо пойдет, ну и замечательно. Сейчас не пойдет у меня, допустим, ну ничего страшного, я отложу. Я не буду себя корить, пилить там или грызть, потому что, Лариса, вставай, надо работать там. Иди, работай. Нет, вот это вот, это вообще не подходит. Потому что мы с вами люди творческие. Мы с вами что-то придумали, потом передумали. И мы начинаем себя грызть. Ну я же собиралась сделать. Ну что ж я такая плохая. Вот так вот никогда себя не надо грызть. Раз вы надумали там что-то сделать, потом передумали. Ну ничего такого. Ну мир не рухнул. И ничего не случилось. Самое главное в нашем деле – это путь. Вот что мы на данный момент делаем, и нам это нравится делать. Вот это то, что нужно. Я знаете, и все домашние дела я тоже так же делаю. Я не делаю там из этого какую-то трагедию, ой, там завтра нужно пойти там убрать. Нет, я просто встала, пошла, сделала. Ой, как классно, мне все нравится. Вот так вот я всегда, ну я так вот, ну я как бы я всегда такая была, вот если честно. Вот, так что я вам хочу пожелать только одного, ни в коем случае себя ни за что никогда не надо ругать. Не надо себя чувствовать виноватым вообще ни за что. Потому что я думаю, что ничего такого плохого вы сделать не можете. Вот, поэтому вот этого я вам желаю. Относитесь к себе бережно. Если вы будете бережно относиться к себе, значит будете бережно относиться ко всему, что вас окружает. Вот этого я вам хотела пожелать. Ну, конечно, мирного неба, яркого солнца вам над головой, в душе яркого, теплого солнца. Радуйте себя новыми идеями, всегда что-то придумывайте, всегда себя занимайте тем, что вам нравится. Вот это жизнь тогда, вот это то, что нужно. Вот, ну все, девочки, встретимся с вами в следующем видео. Может, даже покажу вам уже про пиджак этот, а может про юбку, а может про платье. Я еще не знаю что, но нитки взяла, пойду пробовать. Все, девочки, всем счастливенько, всем пока-пока.